Здравствуйте, дорогие посетители и посетительницы сайта «Комсомольской правды». Мы начинаем нашу онлайн-конференцию. И сегодня у нас в гостях участник «Х-фактор», воспитанник продюсерского центра «Парабис» Никита Ломахин. Всем привет! Сейчас вы услышите, как я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задали мне в интернете. В общем, поехали! Привет, Никита! Спасибо, что вы получили время пообщаться с читателями. Вопросов куча. Стараемся ответить, не задать их по максимуму. И вот к первому вопросу. Больше всего вопросов у нас пришло на тему того, где будут фан-встречи. И тут не буду конкретно задавать каждый вопрос. Спрашивают про Запорожье, Кировоград, Львов, Симферополь и Донецк. Ну, в Донецке, я думаю, собираются эти встречи. Ну, то есть, точно данных пока что нет, но она будет. Вот. В Симферополе будет фан-встреча завтра. Будет у меня фан-встречи еще по другим городам, просто точно нету дат, поэтому я сейчас пока что ничего не могу сказать. А завтра? Ну, расскажи про завтрашнюю встречу. Завтрашняя встреча будет... Сейчас. А где она будет? В клубе Папарацци. А, да. Извините. Она будет в клубе Папарацци. Вот. И... Да. Надеюсь, что придет норм... Ну, достаточное количество человек. Вот. Там я буду... В общем, будет автограф-сессия, будут задавать у меня те же вопросы, наверняка, что задавали здесь. Я спою пару песен. Ну, в общем, все. Понял. А такие уже встречи проходили? Да. Проходила встреча в Киеве. Пришло под 100 человек. И... Ну, на самом деле, это было очень приятно, классно. То есть, мне понравилось. Я хорошо провел время там. Надеюсь, что другие тоже. Ясно. Самый распространенный вопрос, который к нам приходил, это... Как изменилась твоя жизнь после участия в проекте X-Fact? Ну, сейчас я начал... То есть, у меня больше шансов идти к своей мечте. Да? Стать артистом. Востребованным артистом. И... То есть, X-Fact мне дал большую ступень к этому. Я с него начал старт. Это был мой старт. Вот так. То есть, сильный? Ну, в общем, достаточно. Смотря... Просто... Смотря с тем, как я раньше ходил в школу, и как сейчас хожу в школу, то есть, не хожу. Вот. То да. В смысле, не позже? Ну, как... Я сейчас хожу в школу только для того, чтобы сдать какие-то контрольные, экзамены, там, мониторинги и так далее. Вот. То есть, на уроках я практически не сижу. Ну, не влияет это на твою успеваемость? Нет. Я учусь на экстернате, поэтому это, в общем, моя форма обучения такая. То есть, самостоятельно дома? Да. Ну, нет, в общем, я сам обучаюсь. То есть, сам учусь. А учишься в Симферополе или... Когда как? Когда в поезде, когда в Киеве, когда в Симферополе. Ясно. Вопрос от Майи. Чем ты занимаешься после проекта? Как ты занимаешься творческим проектом? Ну, вот, как я уже говорил, сейчас вам встречи. Будет у меня творческий концерт в Мариуполе послезавтра. Я был еще ведущим на проекте первого национального канала украинского Музыкальной Академии Евровидения. Победители этого проекта без всяких предотборов проходят на финал отбора украинского. То есть, чтобы представлять на Евровидении и Украину. Ясно. То есть, это была запись еще в ней? Да, это была запись. То есть, я не знаю, когда он будет транслироваться. Ясно. Ясно. Вопрос от Саши. Никитушка, привет. Расскажи про самый сумасшедший поступок в твоей жизни. Ну, и если есть, то про скрытый талант. Правильное спасибо. Ну, я, честно, таких, прям, сильно сумасшедших не помню, которые были, ну, за которые мне было бы стыдно. Ну, то есть, я таких не помню. А вообще, сейчас, какой-то второй вопрос был. Скрытый талант. А, ну, я не знаю, я не считаю талант скрытым. То есть, я достаточно, ну, в принципе, я неплохо рисую, выкладываю свои рисунки в интернет. Вот. Ну, очень много, очень многим нравится. Я вообще всегда мечтал быть архитектором, до того, как начал заниматься музыкой. Я закончил художественную школу, даже для этого я поступил, ну, не поступил. Я перешел в математический класс и там занимался. То есть, у меня все было направлено на то, чтобы стать архитектором. Понял. Но сейчас ты это не планируешь. Ну, да, я сейчас что-то поменял вообще свои взгляды. Я понял. А почему архитектура тебе нравилась? Потому что мне нравилось рисовать и мне очень нравилось, на то время, пока я учил, мне очень нравилась математика, то есть геометрия. И поэтому, как бы, я это скомпоновал и выбрал направление архитектуры. Мне это было близко. Ты понял, что изначально ты пел, но не рассчитывал, что это какую-то карьеру? Да, я не рассчитывал, что это было что-то серьезное. Потом я просто решил чисто попробовать свои силы. Я захотел поехать на новую волну и нашел в социальной сети генерального директора новой волны в Украине и на Машковскую. Вот. Я меня спросил, каким образом можно попасть на новую волну. Она сказала, приезжай к нам в Киев, мы тебя прослушаем. Вот. Я приехал, то есть, спелым. Мне сказали, я помню, как сейчас. Поешь хорошо, внешне все хорошо, а стоишь, как бревно. Вот. И меня взяли к ним заниматься в продюсерский центр «Парадис». Вот. Я там занимался, и потом уже у меня стало как-то больше такое влечение в творческую карьеру. И я, в общем, оттуда и пошел на «Х-фактор». Вот. Ну, из «Х-фактора» все вообще полностью началось. А что тебя привлекает в творческой карьере? Не знаю, потому что на данный момент это, ну, я надеюсь, так и будет. Это мое любимое дело, и когда твое любимое дело – это еще и работа, то это вообще нельзя назвать работой. И это, мне кажется, классно, когда ты занимаешься своим любимым делом. Угу. Пользовательница, которая подписалась, «Бандитка», спрашивает, какие сюрпризы от поклонниц тебе запомнились больше всего? Ну, сейчас. Например, когда я был такой уже уставший на съемках «Х-фактора», это мы, точнее, не на съемках, а мы прогоняем, был генеральный прогон, ну, прямого эфира. Вот. И ко мне приходят администраторы и говорят, там твои фанатки пришли и врежли тебе подарки. Я оделся, вышел, и мне принесли закатанную банку сока, вот, которая была обклеена сердечками, и вверху была такая мягкая игрушка-мышонка. Вот. В общем, это была для меня самая неожиданность. Потому что, ну, я этого, правда, никак не ждал. И слов, ты сразу выигрываешь? А? Нет, я… Ну, мы, то есть, мы били его вместе с Даней Ровенским. Ясно. Вопрос от Русланы. Тебе всего лишь 15 лет, а жизнь у тебя уже очень взрослая. Считаешь ли ты, что это неправильно, что еще рановато? Я не знаю, что насчет рановато. Просто для меня, ну, то есть, я, в общем, сейчас иду, в общем, по своему плану, да, так, как мне хочется. И поэтому я не могу сказать, что мне это не нравится. Потому что сейчас я доволен своей жизнью, и, в общем, все хорошо. Ну, не заживет ли дискомфорта, там, внимания публики, там, с которым обычно твои сверсты? Нет, в основном это приятно. Просто, ну, иногда бывает такое настроение, когда, ну, не хочется, чтобы узнавали на улицах, или что-то такое, то есть, иногда это, может, смущает, и, там, в общем, иногда так, бывают такие времена. Ну, ты ощущаешь себя в наследии, чем ты есть, учитывая, что у тебя уже более взрослые дети? Иногда да, иногда я так, очень часто дурачусь с друзьями, вот, и ощущаю себя, ну, и младше, чем мой возраст. Вопрос следующий от Саши. В твоем детстве были какие-нибудь прозвища? Да, меня называли, ну, так у меня фамилия Ломакин, меня называли Лом, вот, то есть, были такие штуки, как, ну, что против Лома нет приема. Когда я ходил на баскетбол, то все говорили, ну, когда я промазывал по кольцам, мне говорили, о, опять Лом не забил. Вот, ну, в общем, это было мое прозвище. Следующий вопрос от Александра. Планируешь ли ты запись новых песен, запись клипа в ближайшее время? Какие творческие планы желаю успеху? Да, у меня сейчас готовятся песни, которые в скором времени запишутся. Насчет клипа я еще на самое ближайшее время не знал, но он тоже планируется. Хорошо. Вопрос от Саши. Какой твой любимый цвет и как ты относишься к тому, что очень многих девушек ты нравишься? Насчет цветов. Насчет цветов мне нравятся фиолетовый и оранжевый цвета. Оранжевый и ближе к желтому. Насчет девушек это приятно, но, опять же, ну, как бы, иногда это смущает. Вот так. Когда меня расстают на улицах или в школе. Понятно. Вопрос вот о Энгериме. Или о Энгериме, наверное, девушка. Никита, ты говорил, что скоро будешь снимать клип. А, ну, понятно. А песню твоего клипа, когда мы услышим, кто будет режиссером клипа? Когда мы услышим песню, в общем-то, по-моему. Я не знаю, но я думаю, в ближайший месяц. Вот. Я думаю, до Нового года. Ну, а план, наверное, еще альбом есть? Ну, да, альбом пока что далековато, наверное. А вообще, конечно, все будет идти своим чередом. А кто будет писать, например, тексты, музыку? Тексты? Некоторые я сам. Некоторые мой преподаватель Екатерина Камар. Вот. А... Не, не с вами точно. Вот. А музыку? Музыку тоже Екатерина. Я понял. Кристина спрашивает. Про фан-встречи в городе Хмельницкий, во-первых. А во-вторых, что для тебя главное в человеке? Ну, про фан-встречи я уже говорил. Насчет того, что я ценю в человеческих качествах, это то, чтобы можно было доверить человеку свои тайны, чтобы было с ним легко общаться, да, но в то же время этот человек не был бы двуличен. То есть он бы никогда не говорил тебе плохо и уважал бы то, что... Ну, уважал бы дружбу, в общем. Ну, потому что, в общем, я считаю, что во мне есть такие качества, потому что я очень уважаю и ценю своих друзей, что и... Ну, потому что они у меня были до X-Factor и остались сейчас. Это на самом деле очень классно, и я очень люблю своих друзей. И, в общем, я не знаю, как бы я без них был. Они мне всегда подсказывают, указывают на мои ошибки, ну, поддерживают меня, и это круто. Еще вопрос от читательница Ирби Рим, которая уже задавала свои вопросы. Она спрашивает, какие свои стороны ты считаешь сильными, а какие слабые? Я не знаю, как на этот вопрос ответить, но сильными, наверное, то, что я, во-первых, я по гороскопу Овен и стараюсь придерживаться этого титула такого. Я просто по жизни не иду такой, как баран. И уперто просто иду к своей цели. Вот это и есть моя сильная сторона. А слабые? Слава, я через чур всех считаю хорошими. То есть я даже не знаю людей, может, кто-то к ним относится плохо, а я почему-то всегда ко всем хорошо отношусь. Меня даже за это уже ругали. Вопрос от Екатерины. Скажи, пожалуйста, с кем из известных исполнителей ты бы хотел спеть в дуэте? Ну, я бы не то, чтобы хотел спеть в дуэте, но мне очень нравится вокалист. Я уже везде, в каждом интервью его утвердил. Брайан Макнайт. Это исполнитель жанра сол с шикарным голосом. Я бы хотел посетить его мастер-класс, может быть, даже какой-то. У меня очень много, на самом деле, кем и вопросов в вокальном плане, все такое. А вообще, мне еще как артист нравится Джастин Тимберлейк. Из группы мне нравится, грубо, Panic at the Disco. Мне нравится группа McFly. Из вообще бомбовых групп мне нравится Aira Smith, Queen и так далее. То есть, на самом деле, я слушаю разную музыку. Ну, совместную песню, то есть, дуэт с кем-то ты пока не читаешь. Ну, я, как бы, такого еще не было, да, у меня. Я бы хотел с кем-то познакомиться, но прямо вот до этого спеть у меня такого не было еще в мечтах. Вопрос, что есть, если бы тебе предложили сниматься в кино, то какую роль бы ты выбрал? Какой жанр фильма тебе больше нравится? Мне нравятся фильмы, очень романтические фильмы. Я всегда мечтал сняться в фильме какого-то, в образе какого-то романтика, то какую-то, может быть, какую-то, может, безответную любовь, но чтобы в конце обязательно был хэппи-энд. Я бы очень хотел сняться в фантастическом фильме, где я бы был в образе какого-то сказочного героя. То есть, мне кажется, вживаться в образы, это очень классно. Я бы хотел обязательно попробоваться в жанре, точнее, в направлении фильмов. В зиму-симке. Елена спрашивает. Занимаешься ли ты каким-либо видом спорта? Сколько делаешь отжимания, приседания, тайку? Ну, я вам скажу. То есть, я сейчас не буду говорить про зиму, но в конце лета я подтягивался под 20 раз. Отжимался, может, не знаю. Я не знаю, это много или мало, но раз 60-70. А вообще занимаюсь видом спорта. Я раньше ходил на айкидо, на баскетбол, на волейбол. То есть, я сейчас все это люблю, но просто меньше для этого времени. Сейчас я только продолжаю ходить в тренажерный зал. Понял. Вопрос от Лидии. Есть ли, вот это очень распространенный вопрос был, есть ли на данный момент девушка, которая чувствует что-либо больше, чем симпатия? Еще вопросов 20, если я думаю, аналогично. Да, есть девушка, которая мне нравится, да? Но мы еще, ну, то есть, не знаю, еще не еще, мы не встречаемся, и поэтому можно считать, что мы все со свободы, вот так вот. Как ты себя видишь через лет 10, спрашиваешь? Ну, с усами, бородой, конечно же. Я не знаю, наверное, уже добившись каких-то некоторых этапов и своей цели, да, чтобы просто, чтобы мой рост карьерный, да, чтобы он шел постепенно, чтобы не было резких взлетов или падений, чтобы он просто шел по ступеням вверх, и все. Это, через лет 10, это просто была бы одна из этих ступеней. Как относятся твои родные к таким резким изменениям в твоей жизни, спрашивая Оксана? Ну, на самом деле, родители меняются вместе со мной, они все делают для того, чтобы я чего-то добился, они хотят, чтобы я шел к своей цели. И папа ради этого переехал в Киев, ну, то есть, работать, да, и там мы снимаем квартиру однокомнатную, где, в общем, мы и живем, когда приезжаем туда. Вот, а мама, то есть, уволилась с работы для того, чтобы, ну, так как она меня очень волнуется, доболется, она ездит вместе со мной по поездам и так далее. И поэтому родители мне полностью сопутствуют, и, ну, я им за это очень благодарен, потому что не для каждого ребенка сделают такие шаги родители, такие позыки, я бы даже сказал. Елизавета задает вопрос. Ну, про учебу мы уже спрашивали, но это неинственный вопрос. Еще раз спрашиваю, если бы можно было принять участие в Х-факторе в следующем году, ты попробовал бы еще раз, и хотел бы, может быть, принять участие в каких-то других шоу, если да, то в каких-то именно. И еще такой вопрос есть, за кем из Х-фактора скучаешь больше всего? Я, на самом деле, насчет следующего года Х-фактора нельзя принимать участие тем, кто прошли в финал, финалистам Х-фактора нельзя принимать участие в следующем году. Ну, а если было бы можно, то я бы, наверное, все равно уже не пошел, потому что, в общем, я от Х-фактора взял то, что, то, что, в общем, хотел, он мне дал огромнейший опыт, дал мне то, откуда можно стартовать, и, в общем, как бы, я за это ему благодарен, я не думаю, что я бы пришел еще раз. Вот. И что там еще было? Каких-нибудь других участий в шоу, где был бы для этой части? Я не знаю насчет Евровидения, может быть, потом в планах это когда-нибудь и появится, но сейчас пока что нет, потому что на детской Евровидении я уже буквально еще немножко, я уже не попадаю в возраст. Вот. И что там еще было? За кем скучаю? А, за кем скучаю? Я, висословно, скучаю за сумасшедшей улыбкой и таким немножко сумасшедствием Саши Барилийского. Я скучаю за крутыми ребятами «Ту войсус». Я скучаю за... Да я за всеми скучаю, в общем, потому что, ну, я им все время звоню, я спрашиваю, какие у них песни на следующий эфир, как у них дела, и, ну, то есть, они все время рады, когда я им звоню, что я не пропал никуда, никуда. Вот. Так что скучаю я абсолютно за всеми. Вероника спрашивает, а поддерживаешь ли ты общение с Ириной Дубцовой? Да, поддерживаю отношения. Мы общаемся как по телефону, ну, реже по телефону, так и в СМС. Вот. В основном, как дела, что ты делаешь. Опять же, про дальнейшие планы. Вот. И, ну, в общем, отношения мы с ней поддерживаем, не потеряем. Я ей тоже за это благодарю. Вопрос задает Аня. Как думаешь, кто выиграет в X-Factor? Может, болеет в СМС? Я уже, опять же, везде говорил, я болею за свою категорию. Потому что, ну, я думаю, что дети тоже достойны победы, что они не должны выступать взрослым, они должны бороться, идти до конца. Как бы, я этого уже желал Сашке Передицкому, который единственный остался из нашей категории, и я думаю, что у него все получится. То есть, думаешь, что он выиграет? Я надеюсь на это. То есть, я болею за него. Каринка задает вопрос. Привет, Никита. Как ты, одноклассники, относятся к тебе на данный момент и говорят, что ты назвездился или что-то в этом роде? Ну, ты говоришь, что ты экстерном учился, но одноклассники? Да, но одноклассники, одноклассники такого не говорят. То есть, я не знаю, что думают, может, остальные учащиеся, да, школы, там множество других параллелей, классов. Но пока что я с такими сталкивался. Одноклассники относятся ко мне очень хорошо. То есть, на самом деле, я очень рад, что они относятся ко мне так же, как относились раньше. Но это на самом деле классно, потому что я очень боялся, на самом деле, после X-Factor возвращаться в школу, потому что я думал, что будет какое-то не то отношение, будут косые взгляды. Я такого пока что не заметил. Только разве что, что маленькие детки с нашей школы подходят, там, просят фотографироваться. Это приятно, потому что я очень люблю детей. Вопрос от Кристины. Какой из самых веселых моментов, самых грустных моментов ты запомнилась в жизни больше всего? Так, да, я читал этот вопрос. Сейчас. Сейчас. Я просто уже рассказывал мои смешные моменты, то, что я очень часто люблю подшучивать над своей семьёй, то есть, там, над братом, над папой. Вот. Сейчас. Я что-то уже придумал по этому поводу. В общем, давайте сейчас начнем вопрос. Сейчас я, может, подумаю, вспомню. Хорошо, мы вернемся. Валерия задает вопрос. Если бы тебе сказали изменить свою карьеру, но что-нибудь другое, на какую бы ты изменил? Или бы ты не согласился, продолжал бы все же думать? Вот это образно. Ну, тебе бы, наверняка, поступил бы так, как считал бы мужским. То есть, на данный момент я бы не согласился, скорее всего. Вот. И я не знаю, как это, если бы сказали изменить свою карьеру. Ну, я не знаю, как это возможно. Вопросы такие есть ещё. Как ты, его задают Катя, как бы ты, как ты относишься к группе One Direction? Не хотел ли бы спеть что-то из их репетуара? И второе, это правда про клик и твоё возможное сотрудничество с Алексеем Нованским? Если правда, удачи. Как я отношусь к группе One Direction? Мне очень нравится эта группа, позитивные ребята, классные, классные идут себя на сцене. Насчёт их репертуара, я не знаю, я пока что об этом не думал. Насчёт сотрудничества с Алексеем Нованским, то есть я пока что не хотел бы говорить об этом хорошо. Если что, то все новости будут в моей официальной группе или на моей странице. Хорошо. Екатерина задаёт вопрос. Какой школьный предмет тебе даётся лучше всего? Ты понимаешь алгебру? Хорошо, Екатерина. Честно, когда учили алгебру, тогда я понимаю её. Когда я прихожу и немного пропустил, то ясное дело, что я отсталый от алгебры. А вообще мне очень нравится биология, мне нравится география, мне нравится слушать историю. И к точным наукам в принципе у меня тоже есть такие возможности. Возможности мне есть заниматься точным наукой. способности, способности неправильно бороться. Оксада спрашивает. Привет, Никита, у тебя есть страх перед чем-то или кем-то? Ну, я на самом деле не боюсь ни пауков, ни змей, ни темноты, ни высоты. То есть я не знаю какие у меня есть страхи, я пока что с ними не сталкивался, надеюсь, не столкнусь. Вообще ничего не боишься. я не знаю, я пока что не сталкивался. Единственное, что бывает, не то, чтобы это боязнь сцены, но у меня бывает волнение перед выходом на сцену. Понятно, но перед выходом эфир мне показалось, что не бывает волнения. Не, наверное, это показалось, потому что я достаточно волнуюсь перед выходом. Так, задает вопрос Валерия, будешь ли ты участвовать в концерте всеукраинского Тура X-Factor 4 в своем родном городе? Ну, или в других городах? В Туре X-Factor я участвовать не буду. Опять же, там участвуют те, кто прошли и начинали с пятого эфира. Я ушел, то есть, я вышел из проекта на четвертом эфире. То есть, я уже не вхожу в тур. Вот так. Понятно. Анастасия задает вопрос. Привет, Никита. Давно хотела тебя спросить. Ну, уже начал задать этот вопрос. Какие мультики, фильмы, сериалы, программно ты любишь? Ну, в общем, я уже везде отвечал на эти вопросы во всех интервью, во всех журналах, во всех газетах. Вот. И мы будем отвечать. Перейдем к следующему вопросу. Вот. Вопрос от Ольги. Она пишет Привет, Никита. Очень жду 14 декабря, чтобы вы видите прослушать тебя в Мариуполе. Ты замечательный. Я уверена, что концерт будет крутой. Вопрос такой. Ты смотрел «Х-фактор» 1, 2, 3, за кого болел? Как относишься к певцу «Кривошапка»? Нравится ли его голос? с Исоевым. Напомню, ты с кем-то из прошлых сезонов. Да, я смотрел просто сезоны. Конечно, не все. То есть, не все эфиры. Вот. А вообще, ну, насчет Александра «Кривошапки» мне нравится его голос. Очень прикольно получилось по сюжету «Х-фактора» то, что он ушел из проекта, а его потом вернули в фан-группу. Это, ну как, это интересно. Вот. Я знаком с участниками «Х-фактора» прошлых сезонов, даже с победителем. Это Виктор Романченко. Семья познакомился, кстати, на «Х-факторе». Вот. И, ну, на «Х-факторе» на этом сезоне. Вот. И, в общем, ну, он очень классный дядька. То есть, классный, легко, легок в общении и такой простенький, классный. Мне очень нравится. То есть, ты смотрел сверил, да, предыдущий? Да. Вопрос от пользователя цепки, которая подписалась вроде бы «Сирушка» или «Петак». Есть ли у тебя какое-то хобби? Ну, про хобби я, опять же, опять же, много рассказывал. И хобби у меня это рисование, спорт и, не знаю, может, общение с друзьями и, в общем, общение. Диана, такой вопрос. Веришь ли ты в приметы, гороскопы? Ну, я понял, что веришь в гороскопы. Вы сошли какой-то амулет, может быть? Спрашивает Диана, в Симферополе есть снег? Я могу, а сам ответить есть снег. Есть снег в Симферополе? Хотя, ну, обычно, как у нас бывает каждый год, это сейчас пройдет пару дней и будет у нас 15 градусов тепла. Вот. Все выйдут из школы, снимут куртки и скажут «Вот это зима!» А вообще, насчет амулетов каких-то или каких-то, не знаю, браслетов на удачу у меня нету. У меня есть мой крестик, который куплен в Киево-Печерской лавре и, в общем, это и есть мой оберег. Ладно. Вопрос от Ильи Улей. Вы уже отвечали про ближайшие проекты. Вероника. Мне задает вопрос «Нигита, мне очень нравится по стилю, как ты обычно подбираешь себе одежду, тебе что-то помогает? Какой фирм одежды ты любишь вовсе?» Ну, я не скажу насчет фирм точно, но обычно я прихожу в магазин и подбираю просто, может быть, вообще с разных фирм, да, просто, чтобы подходила одежда друг к другу. я просто сразу представляю, как ее можно одеть, с чем ее можно одеть и все. В общем, никакого секрета особого нет. Эльмаз задает вопрос. «Нигита, а почему Ирина Дубцова не стала твоим продюсером? Она предлагала, согласился ли бы ты, чтобы твоим продюсером не стал Алексей?» Ну, опять же, про Алексея пока что ничего не буду говорить, вот, а про Ирину, ну, таких предложений не было, просто мы продолжаем общаться и все, ну, в общем, ничего секретного, ничего тайного. «Маша спрашивает, во сколько лет планируешь утвердиться в мире шоу-бизнеса?» «Как получится, на самом деле». «Ну, рассчитывая, 25 лет получу первую грамми». «Хотелось бы, конечно, хотелось бы вообще получить там хоть грамми, хоть какие-то еще классные награды, которые дают артистам, но это все, я думаю, будет, если я буду стараться, если у меня на пути будут встречаться хорошие люди, которые будут мне, может, сопутствовать, помогать, и в общем, я думаю, я надеюсь, что все получится». «А вот не боишься, что поскольку так рано началась карьера, то вот сейчас наступит свое обращение, а потом будет сложнее, потому что обычно наоборот у артистов приходится пробивать какие-то стены, это их закаляет, и…» «На самом деле, как бы, ну, этого многие не знают, но я на самом деле пробивал стены, потому что я ездил полтора года в поезде Киев-Симферополь, я ездил в плацкарте каждую неделю заниматься вокалом, как бы, это, в общем, уже немалый труд, я, ну, я за год закончил музыкальную школу, потому что я знал, что мне нельзя учиться столько много времени в музыкальной школе, что нужно сейчас двигаться. Я за год ее закончил, то есть, своим трудом, и, в общем, я в то же время учился в школе, и я, правда, пробивал стены для того, чтобы выйти на X-Factor. «То есть, цена знаменитости не такая уж и простая?» «Абсолютно, ну, абсолютно нелегко это было». «Вопрос такой есть сейчас, Ваш, есть ли у Вас в семье какие-то традиции? То есть, если да, то какие?» «Ну, наверняка, у всех собираться на все праздники за столом, хотя теперь, благодаря мне, это не всегда получается, потому что, например, вот этот вот Новый год, там еще будет вопрос, как ты проведешь Новый год? Вот. Вот этот вот Новый год я проведу на X-Factor, так как все финалисты будут выступать на гала-концерте проекта, вот, и поэтому из-за меня не всегда получается всей семьей собираться на праздниках. То есть, он будет в прямом эфире записываться на Новый год? Да, он будет 2 января, если я не ошибаюсь. Понял вопрос. Вот, Лера, интересный. Кем бы ты хотел быть из известных исторических личностей? Кто-то симпатичит, может, из исторических личностей. Ну, я уже назвал исполнителей, которые мне нравятся. Он уже имеется в виду и музыканта, вообще. Наполеон, что я не знаю. Ну, я не знаю. Я бы, из вот таких исторических личностей, я бы, наверное, никем не хотел быть, потому что это безумно тяжело. Я бы хотел, чтобы все получилось у меня в жизни и не жить ничьей другой. Так, здесь был вопрос пропускаем. Оксана спрашивает, насколько ты часто ссоришься со своим братом, мамой, папой, и как говоришь общий язык посреди? Ну, если я ссорюсь с мамой, то мы меряемся через минуты 3. С братом я вообще почти не ссорюсь, потому что брат понимает, когда я над ним, не знаю, шучу, или каким-то образом прикалываюсь над ним. А посерьезно, мы никогда не ссоримся с семьей. Ну, слава Богу. Вопрос от лики. А, вот еще интересно, просто дрался или ты поедаешься, Александр? Ну, да, был такой момент. Мы подрались абсолютно из-за глупости. Ну, в результате получился в драке я виноват, потому что на мне осталось меньше травм. Вот. Ну, в общем, я бы не хотел вспоминать этот момент. Ладно, не буду вспоминать. Лилия спрашивает. Куда бы ты пригласил девушку на первое свидание? Ой, я не знаю. Но я бы придумал что-то классное. Я бы обязательно все это обдумал. Может быть, это было бы на крыше какого-нибудь дома. Может быть, там бы стоял какой-нибудь столик, цветы. Ну, мне кажется, просто я сам себе такая натура, которая творчески подходит к любому делу. Алина, в какой точке мира ты мечтал бы жить? Ты живешь в Симферополе вообще? Да. Ну, в общем, там и там. Я в Киеве живу больше, чем в Симферополе. Ну, где бы у вас хотел жить? Я не знаю, в Киеве. В общем, где будет нужно жить, там буду. Но вообще, я бы хотел оставаться в Киеве. Алина задает вопрос. Какое у тебя первое впечатление о Судьях? Ну, правильная лица. Может, не первое. Судья, на самом деле, вот такие, какие на экране, такие они и в жизни. И даже круче. Потому что из них нету каких-то людей, которые как-то с высока относятся к другим. Они все простые, классные люди. Серега на самом деле вообще не строгий. Он такой все время шутит. Классный. Он такой классный мужик. Он настоящий мужик. И это круто. Сергей Васильевич Соседов, он очень общительный. Вот. Можно так сказать. Вот. Игорь Кондратюк тоже очень очень любит пошутить. Простой дяденька. А Ирина как мама, как хороший специалист в плане вокала, замечательный автор песен. И в общем они все очень классные. Ну, я удивился, когда узнал их ближе. Вопрос от Светы. Привет, Никита. Перед тем, как задать вопрос, хочу тебе пожелать прежде всего хорошего настроения и успехов в учебе и творчестве. Благодарю. А теперь перейду к вопросу. Наверняка ты ходил в садик и участвовал в детских утренниках. В каких образах тебе приходилось быть? И какой образ тебе больше всего понравился и запомнился? Я был в образе муравья. Мы ставили такую пьеску «Стрекоза и муравей». Мама у меня сшила костюм, где у меня были рожки, такой костюмчик черный. И в общем это было весело. на тот момент это была достаточно большая пьеска, которую мы выучили, рассказали, всем понравилось. на самом деле я даже горжусь тем моментом. Так, вопрос от Ена. Что ты сделал первому сразу же после того, как приехал в Сильфероболь? Как тебя встретила твоя кошка? Много вопросов давай по очереди. Кошка меня за это время, пока я был на X-Factor, за это долгое время забыла. Я пришел, начала от меня убегать. зато уже на следующий день она спала со мной в кровати, облизывала меня, гладилась, стерлась от меня, в общем, она меня вспомнила. А вообще первым делом я пошел в школу, я правда я приехал, только сошел с поезда, зашел домой по мою голову и пошел в школу сразу. Без цитраток, без учебников, без ничего, просто посетить на уроках. Я только зашел в класс, меня одноклассники побежали, а внимательно я сорвал урок украинского языка. И в общем, первым делом у меня была цель пойти к друзьям, которых я уже не видел достаточно долгое время. вопрос еще от Ева, который я задавал, привлечен. Как ты относишься к реакции Михаила Бостового и его наставления по поводу его ухода? Реакция Михаила, ну, я не знаю, просто на самом деле, на самом деле Миша очень добрый, очень добрый мужик, и он просто, я не знаю, может он был на каких-то эмоциях сильных, может быть, просто он не ожидал своего ухода. И на самом деле это было, я думаю, что он не захотел с ними прощаться, так сказать, да, только, то есть это не выглядело так, он просто сделал, что ничего страшного, все нормально. Как бы, ну, для меня, так я его знаю, это выглядело так. Может, для других людей это показалось как-то особо грубо, особо как-то строго с его стороны. Ну, то есть для меня это выглядело так. Так, у него, закончились вопросы, которые я отобрал, сейчас буду задавать сколько говорят, невозможно будут повторяться или какие-то будут страны. Вопрос вот Ксюши. Привет, Никита, какие ощущения или что ты почувствовал, когда покинул стены Х-фактора? На самом деле, я, то есть я не был особо расстроен, когда ушел с проекта. Потому что, я не знаю, но я как-то этого ожидал. Я был готов к этому, я тренировал так же, как песен к эфиру, так и песен за жизнь. И, то есть я считаю, что я ушел достойно, да, ну, в общем, я ушел на мое лучшее выступление с эфиров, по моему мнению. Потому что я на этом эфире меньше всего волновался, и это меньше всего сказалось на моем выступлении. Вот. Поэтому я абсолютно не расстроен тем, что я ушел. Вопрос от Мастер. Привет, Никита. Считаешь ли ты справедливым уход Даниила Руинска? Я не знаю, это шоу, и так как Даня ушел по голосованиям зрителей, поэтому я думаю, что это справедливо, так как решил народ, так Даня ушел. В общем, я же не могу судить, это же не я проголосовал пару миллионов раз. Вопрос от Ольги. Я не буду на вас задавать. Сюза просит передать вам привет. Привет, Сюза. Легко ли тебя вывести из равновесия? Спрашивает Настюша. Ну, не знаю, я достаточно хорошо держу равновесия. То есть, я не падаю, когда иду по улице. И то есть, я об этом вообще-то на самом деле никогда не думал. А какие цветы ты любишь? Я очень люблю, я на самом деле не люблю неживые цветы. Я не люблю срезанные цветы. Вот. Ну, для меня это как-то даже неприятно. Вот. Я очень люблю живые цветы, а живые цветы я люблю орхидеи. Я очень, мне очень нравятся орхидеи. Вот. Они настолько разнообразны, они настолько красивые, и они очень долго цветут. Вот. Это очень круто. Вот. Я всегда, то есть, на, ну, девушкам и преподавателям я всегда дарю орхидеи на день рождения. Понятно. Азартный ли ты человек, спрашиваю, Настя? Я думаю, что все люди, все люди могут войти в азарт, но я могу и остановиться. потому что у меня есть сила воли. Я, например, у меня было такое, что я пресс качал целый год каждый день. Я думаю, что это, это нужна огромная сила воли, потому что качать пресс дома, а не в тренировом зале, это что-то с чем-то. Хочется переложить на завтра, перенести на завтра тренировку или что-то в этом роде. Я, как говорили, не надо лениться. И, в общем, я думаю, что я в любой момент могу остановиться. Ну, а лучше, на самом деле, не вступать в такие, может, игры, которые могут ввести в азарт. Вот так. чтобы потом не было плохо. Алина спрашивает, ну, и не только Алина, про как ты относишься к отношениям на расстоянии. Я отношусь, на самом деле, вполне хорошо, потому что если ты любишь этого человека, то никакие города, реки, километры не разделят тебя от нее. Вот. И, в общем, я отношусь к этому абсолютно нормально. Прекрасно. Так. Умеешь ли ты танцевать, прошедшая Александра, но к вам, как она могла увидеть в проекте, нет? Ну, я там особо не танцевал. Ну, я, конечно, танцую непрофессионально. Главное на сцене это чувствовать себя свободным и выражать жестами то, что ты чувствуешь в песне. Вот. А танцевать, я занимаюсь, я могу сказать, что я занимаюсь танцами, вот, ну, в парадизе. И, в общем, надеюсь, что буквально годик я буду хорошо танцевать. Ростик спрашивает, играешь ли ты в компьютерные игры? В компьютерные игры я не играл уже года два, вот, я сижу только в социальных сетях, слежу за своими страницами и все. То есть, это, в общем, все, что я делаю на компьютере. Екатерина, у меня вопрос, есть ли такие фанатки, которые тебя, грубо говоря, достали? Таких, слава богу, еще не встречалось, потому что все очень доброжелательные, не было еще никаких казусов в этих делах, и, в общем, пока что все проходило нормально. Все там встречи, все было отлично. Ну, вопрос еще, приходили ли ты теперь домой? Нет, хотя, я думаю, кто-то наверняка знает мой адрес, но, честно, я бы, наверное, я бы, я бы, наверное, не хотел, чтобы мне каждый день приходили утром, когда я чищу зубы поклонницы, мне кажется, это бы не доставляло мне особого удобства. Пишет читательница, которая подписалась, «Ангел, любишь ли ты путешествовать?» Я безумно люблю путешествовать, причем, я бы мечтал отправиться в такое путешествие, которое, ну, то есть, в настоящее путешествие, не в путешествие, там, в какой-нибудь, с отеля в отель, а в путешествие, может, на какой-нибудь огромный карьер, там, на какой-нибудь каньон, это, честно, на самом деле, мечта всей моей жизни, и, я не знаю, буду я реализовывать этот свой план или нет, но, мне бы очень хотелось. Карина задает вопрос, какое время года ты любишь больше всего? я люблю весну, вот, весной и метеорождение, лето, я люблю, ну, то есть, я не люблю, на самом деле, лето в Крыму, потому что, это безумная жара, дома духота, и, ну, я не люблю, когда очень жарко, вот, в Киеве, это лето хорошее, мне нравится. Юлия спрашивает, в каких передачах собираешься сниматься в ближайшее время, кроме, ну, кроме Мужикальной Академии в Агезине, да, вот, ну, в общем, пока что я не планировал в каких-то еще, ну, разве что, X-Factor, да, будет, суперфинал. Что ты любишь есть на праздник, в пропорции Ол? На празднике я люблю есть то, что есть моя семья. То есть, на самом деле, это может быть разное. Мы иногда бывает с братом приготовим суши, саня. Да. Вот. Бывает, что мы там какие-то салаты придумаем, а в основном, это, как обычно, курица, это салаты, это картошка, это, там, не знаю, что там, рис с гречкой, это, ну, то есть, все, что бывает обычно на столах в праздничные минуты. Было ли ты за границей, кроме того, что ездил в Лиснейлайд, какое место больше всего запомнилось ваше, в этот вопрос? Я был в Германии, вот, у меня там живет моя тетя, и, ну, я был в Германии, короче, во Франкфурте, вот, я был еще в Турции, в Греции, я туда ездил отдыхать, у нас проводится фестиваль такой, Paradise Holiday, он обычно подходит ближе к лету, вот, его проводит наш парадюсский центр Paradise, и там, это называется у нас слет, туда дети с Украины, России, даже были, вот, в этом году с Казахстана, приезжают, проводятся там, может, какие-то кастинги, может, фестивали, туда с нами, туда ездят еще, какие-то звездные гости, вот, например, как раз таки в этом году ездил, вот, Алексей Новацкий, туда, вот, и проводился кастинг на проект, вот, вот, вопрос еще такой есть, хотел бы ты себе сделать татуировку, спрашивает ваша Лубанова, если да, то попробую. Насчет какую, я еще не знаю, а вообще хотел бы, ну, пока что рано, потому что я еще расту, и растягивается кожа, я собираюсь еще дальше немножко походить в тираженный зал, поэтому я бы не хотел потом еще сто раз сходить на коррекцию, вот, и поэтому, я думаю, сделать татуировку годам 18-19, вот так. Вопросы, вопросы, вопросы. А что такое Ник Банда? Вот все пишут. Ник Банда, это группа моих поклонниц, вот, вот у меня есть официальная группа в социальной сети ВКонтакте, вот, и, в общем, они себя именуют как Ник Банда, вот, и все время, я так понял, они хотят, чтобы я передал привет Ник Банде, передаю всем привет, спасибо большое, что вы меня поддерживаете, вот, то есть, я вам очень благодарен, и сейчас пишемся, сегодня вечером, и завтра, и всегда. Вопрос от Настеньки, какие подарки тебе дарили, что бы ты хотел получить подарок на Новый год? На Новый год? Я, честно, не знаю, какой бы я хотел получать подарок, потому что, на самом деле, родители для меня очень многое делают, вот, и, ну, я, по крайней мере, ничего, ничего, там, может, там, просить, спрашивать у родителей точно не буду, вот, то есть, если они сами что-то решат мне подарить, то это мне будет приятно в любом случае, любой подарок, для меня будет приятен. Скучаешь ли ты по Симферополю, спрашиваешь ли, по улицам, по магазинам, по всему? Ну, вот сегодня, когда я сюда приехал, я понял, что да, я скучаю, потому что абсолютно все другое, все, ну, это мне все ближе, да, хотя я очень люблю Киев, вот, у меня там очень-очень много друзей, и, все равно, вот, в Симферополе есть что-то такое, что меня притягивает, какая-то своя атмосфера, Ясно, предлагаю сейчас выбрать последний вопрос, потому что практически сейчас выбрать с недели, и подустали, сейчас я выберу самый-самый скорящий вопрос, для того, чтобы быть последним, а вот такой вопрос, Алина Доценко спрашивает, какую песню на X-Factor тебе было петь сложнее всего? Я могу сказать, какая была песня самая сложная, это была песня «Девочка на шаре», которую я спел в последний эфир, она на самом деле была очень тяжела вокально, вот, а тяжелее всего мне было петь песню первую, ну, не первую, самую, а на первом эфире, прямом, это «Воя Вагаря Дэцэмэй Килавмэй», которую перепеть было просто невозможно, потому что это песня, которая простояла века, очень много лет, осталась для всех, и она сидит в сердцах людей, вот, как оригинал, да, и любой бы, я думаю, кто бы ее перепел, не всякий бы понравился, вот, для меня эта песня была петь тяжелее всего, я вообще боялся как-то плохо для людей преподнести эту песню. Хотел спросить еще, всегда спрашиваем тех, кто приходит из участников талант-шоу, что-нибудь из-за кулиси, какие курьезные случаи, может быть, случались? Не знаю, а, случались, когда, ну, когда все выходят с, ну, всех одевают на песню эфирную, свою, и потом, когда все уходят с эфирной песни, всех переодевают на общую песню, а после общей песни есть маленький перерывчик для того, чтобы переодеться на песню за жизнь, вот, и я как-то вышел, и за полминуты надо было переодеться, и я одел чужую одежду, вот, вот это, вот это было, ну, наверное, самое такое, оно же-то не подходило по размеру, или? А? Ну, честно, да, не подходило, но чего-то меня это не смущало, я думал, так и надо, просто подобрались стилисты, думал, и потом, когда я начал одевать рубашку, я понял, что она мне не сходится, и потом, ко мне подходит стилист и говорит, ты что делаешь, вот твоя одежда, вот, я такой, блин, и я, честно, подставил себя, и ту одежду, и человека, которого одежду я одел. Понятно. Ну, спасибо, Никита, за то, что пришел. Спасибо вам большое. Желаем выполнения твоих творческих желаний. Всем спасибо, я жду всех на завтрашние фан-встречи, приходите, будет классно, весело, прикольно.